Кори – болезнь инфекционная и крайне опасная, передается воздушно-капельным путем. Если у человека был контакт с заболевшим, вероятность, что он тоже заразится, составляет 99%. Опасность заключается еще и в том, что стать жертвой болезни можно даже не контактируя с человеком, а просто посетить место, где он находился – кинотеатр, торговый центр и так далее. Единственной профилактикой по-прежнему является вакцинация. Дети получают прививку против кори в 12 месяцев и в 6 лет. Все население до 35 лет должно иметь две прививки. Если в раннем возрасте она была в детском не получена, значит до 35 лет все граждане должны быть иммунизированы. Долгие годы случаи кори в регионе были единичными. Но антипрививочная кампания, которая сыграла злую шутку с Европой и Украиной и даже стала причиной эпидемии, стала проблемой и для России. А ведь еще недавно можно было говорить о том, что в нашей стране болезнь победили. Раньше была хорошая иммунная прослойка. Если 95% населения привиты, инфекции просто негде поселиться. Их единицы – этих людей, которые имеют настоящие медицинские отводы от прививок. Это люди, которые могут пострадать от прививок. Их очень мало. В начале этого месяца у нас в регионе было зафиксировано два случая кори. Сейчас более 50. Все заболевшие не были привиты. Даже после болезни отказались от вакцинации по религиозным соображениям. По нашему законодательству запрещено по религиозным соображениям не позволять человеку получать необходимую медицинскую помощь. Поэтому, если и есть сообщества, которые таким образом свое учение развивают, то они не имеют отношения к традиционным религиям. К сожалению, российское законодательство никак не регламентирует данную сферу, в отличие от европейского. А ведь такое халатное отношение к своему здоровью и здоровью детей может быть чревато серьезными последствиями. В частности, корь – это болезнь, которая протекает крайне тяжело. И несет за собой такие осложнения, как вирусная пневмония, энцефалит и минингоэнцефалит. Сейчас то самое время, когда иммунитет ослаблен и подвержен любым вирусным инфекциям. Поэтому стоит проверить, болели вы корью или нет, и проводилась ли вакцинация. Нужно посмотреть, как привит ваш ребенок. И опять же, если есть и вакцинация, и ревакцинация, и вы все-таки волнуетесь, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, нужно сдать кровь на напряженность иммунитет кори. Если человек уже переболел корью, повторное его заражение практически невозможно, говорят врачи. Сейчас в регионе соблюдаются все меры безопасности для того, чтобы болезнь не распространялась дальше. С 2016 года круг лиц, которые подлежат обязательной вакцинации, значительно расширился. Туда вошли врачи, учителя, транспортные и торговые работники, представители сферы обслуживания. Мария Руда, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...